Вообще, этот вид исследования был ещё изобретён в позапрошлом веке. Тем не менее, многие врачи им пользуются и сейчас. Так выглядит современный цифровой рентгенаппарат. Проводить обследование на нём можно даже детям, потому что доза облучения минимальная. Полученное изображение не нужно долго проявлять, как было раньше. Его сразу отправляют специалисту в электронном виде. На таком оборудовании уже в своём кабинете рентгенолог может детально рассмотреть снимок и провести необходимые измерения, а затем быстро распечатать изображение. Секреты медицинских специальностей ученикам профильных десятых классов из двух школ города раскрывают опытные профессионалы. Делятся не только знаниями, но и жизненным опытом. Самое главное, чтобы вы учились с желанием. Много, конечно, задают, трудно учиться, но зато у нас профессия хорошая. Мы спасаем людей. Сегодня школьников погружают в профессию. Многие из них в будущем мечтают лечить людей, но ещё не знают, каково это. Ребятам проводят экскурсию по современному медицинскому центру «Палитра». Заглянуть можно повсюду, от регистратуры до кабинетов с высокотехнологичным оборудованием. Медицинских кадров в области сейчас не хватает. И одна из главных задач, чтобы молодёжь приходила в профессию и оставалась в ней. Мы хотим показать будущим врачам, как они будут работать со всех сторон. Это касается и рентгеноборудования, и УЗИ оборудования, эндоскопия, современные подходы к лабораторной диагностике. Так, например, выглядит одна из процедурных, где проводят перевязки и небольшие операции. Юных пациентов принимают в отдельном блоке. Причём малыши с температурой и подозрением на инфекции не контактируют с другими детьми. Ребятам рассказывают, как работают травматологи, хирурги, офтальмологи. Очень интересно увидеть, какое новое оборудование существует в клиниках. То есть это уже то, что придётся работать непосредственно нам, когда мы окончим обучение. Именно работать с людьми, помогать им, как-то улучшать их жизнь, это как бы привлекает врачебные деятельности. Всероссийскую акцию «Неделя в профессии» в рамках масштабного проекта профстажировки проводят активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта во Владимирской области и профессионалы в разных сферах. Благодаря ей ученики 5-11 классов могут познакомиться с разными специальностями и понять, кем хотят стать в будущем. По всей Владимирской области поучаствовало около тысячи школьников. Достаточно большая выборка. И мы надеемся, что этот проект поможет ребятам как можно раньше определиться в выборе профессии и тем самым будет в дальнейшем способствовать развитию элементов наставничества, элементов профессиональной поддержки. Кроме того, руководители 25-й и 36-й школ, чьи ученики пришли на экскурсию, и директор сети клиник Светлана Зрянина подписали договор о сотрудничестве по профориентации и подготовке медицинских кадров. Теперь ученики профильных классов смогут получать консультации от врачей в своей научной работе и приходить в клинику на экскурсии.